Тимур Достаевыч Лизбеков из Казахстана, из Астаны, из Национального Центра Кардиохирургии. Доброе утро, уважаемые коллеги. Большое спасибо за столь любезное представление нашей клиники. На самом деле наш опыт достаточно скромный в оказании ЭКМО-поддержки посткардиотомным пациентам. И разрешите сразу перейти к делу, ибо время оно неумолимо, и поделиться нашим скромным опытом. И также я бы хотел поблагодарить организаторов и лично Игоря за то, что он пригласил нас для того, чтобы разделить наш опыт. Потому что я убежден в том, что философия, которую придерживается РОСЭКМО, разделяя опыт «Мы растем», она поможет не только развить эту технологию, но и, самое главное, нашим пациентам в улучшении результатов. Итак, я представляю Центр, научный национальный кардиохирургический центр города Астана. У меня нет потенциальных конфликтов и интересов. И в нашем Центре программа ЭКМО, она работает вот по этой простой схеме. Во-первых, мы написали себе программу развития этой технологии, прошли обучение, и делаем это до сих пор. И приезд сюда для нас это также обучение. Я непрерывно веду записи с каждого практически слайда. Мы изменили менеджмент в операционной комнате. Мы изменили менеджмент в палате интенсивной терапии. И строго этому следуем по написанному протоколу. И продолжаем непрерывное обучение и симуляцию. Для тех, кто были в нашем Центре, видели, что у нас есть скромный, но все-таки симулятор и любой аппарат ЭКМО, который сейчас существует. Потому что Казахстан большая страна, и разные клиники имеют разное оборудование. Поэтому для того, чтобы проводить обучение по работе с аппаратом и по менеджменту Канюль, мы имеем эту возможность выполнять практически для каждой команды. Показаниями к ЭКМО в нашем Центре служит мост к восстановлению. Как-то, мы надеемся, это категория пациентов посткардиотомных. Они же относятся и к мост к трансплантации, к имплантации искусственного левого желудочка, а то и двух желудочков. И мост к принятию решения. Это где-то между вышеуказанными тремя. Естественно, нужно говорить об ограничениях вены артериального ЭКМО. Это центральная канюляция, потому что это колоссальная травма. Это очень высокая инвазивность и травматизация пациента, тканей, грудной клетки. Естественно, это хирургическая операция, потому что нужно развернуть операционную, где бы то ни было, открыть грудную клетку, а для этого нужны и инструментарий, и операционный персонал. Поэтому это достаточно громоздкая технология, если она выполняется вне стены операционной. Очень высокий риск инфекции и развития медиастенита. Так как мы открываем грудную клетку, подключаем искусственное кровообращение, высокий риск кровотечения. Игорь об этом очень подробно и красочно рассказал. И очень важно помнить о том, чтобы отключить пациента или перейти на другую технологию, будь то трансплантация, будь то имплантация искусственного левого желудочка, необходимо выполнить повторную операцию, вновь открыть грудную клетку. Но существуют и преимущества, которые дают нам основание и право делать центральную вено-артериальное ЭКМО. В первую очередь мы можем позволить организовать для пациента любую скорость или любую объемную скорость перфузии, потому что для пациентов это очень важно. Если при периферическом варианте канюляция, мы ограничены диаметром канюль, который определяется диаметром тех сосудов, через которые мы можем пройти, и, соответственно, поток ограничен именно этой пропускной способностью. Здесь же практически любая скорость возможна для данного конкретного пациента. Это всегда двухжелудочковая поддержка, потому что мы осуществляем практически полный обход, и для этой категории пациентов практически никогда не нужно дренировать левый желудочек. Мы в своей практике использовали дренирование левого желудочка всего в пару случаев, и считаем, что при бивентрикулярной поддержке, при полном обходе сердца, это крайне редко необходимо. При центральной канюляции минимальный риск десатурации сердца и мозга, в отличие от периферической канюляции, когда мы порой сталкиваемся с так называемым синдромом Арлекина, меньше потребность в дренировании левого желудочка, как я сказал. Очень просто переключиться с контура искусственного кровообращения на контур ЭКМО в операционный. Пациента можно экстубировать и физически реабилитировать. Итак, как мы это изменили в операционном? Во-первых, это плановая процедура, и мы практически в плане операции, которая обсуждается ежедневно на больших мультидисциплинарных планерках. Перед операционным днем мы пишем ЭКМО в скобках и вопрос. Это означает, что команда будет готовиться. Команда операционная, команда перфузиологов и команда хирургов. Соответствующие нитки, соответствующие прокладки, соответствующие турникеты. Я далее это проиллюстрирую на фотографиях. И мы всегда беседуем с пациентами, с родственниками до. Потому что нужно планировать ЭКМО до. И есть блестящая лекция Игоря Корнилова, который говорит о том, что будущее ЭКМО нужно планировать еще до его инициации. Потому что этот пациент может пойти либо на имплантацию искусственного левого желудочка, либо на трансплантацию. Это совершенно меняет судьбу пациента и его родственников. Поэтому беседы по ЭКМО, они очень важны еще в дооперационном периоде. Мы всегда планируем конюляцию. И используем для этого флексибельные или гибкие конюли. Стараемся это выполнять через контур-апертуры. Стараемся избежать делюций, когда контур искусственного кровообращения, аппарат искусственного кровообращения возвращает весь объем. При этом контур ЭКМО, забирая кровь из правого предсердия, вытесняет весь свой объем первичного наполнения. И после этого стартует ЭКМО. Тем самым можно избежать делюции. Мы стараемся на первые 24 часа, а то и дольше, отключить гепарин и выполнить стабилизацию грудины. И так в операционный. Очень просто переключиться, потому что все доступно, все под рукой. И возможно выполнить любую конюляцию, которая необходима для данного конкретного пациента под данную конкретную анатомию. И мы стараемся избегать вот такого конюлирования, потому что это резко ограничивает менеджмент этого пациента. Это всегда инфекция. Это всегда невозможность выполнить трахеостомию. Это всегда необходимость в тщательных, стерильных условиях перевязки, потому что необходимо разворачивать практически оперблок на каждую манипуляцию. Что мы делаем? Мы стараемся выполнить это через контрапертуры. Порой это делаем по методу Сельдингера, когда пунктируем предполагаемое место аорты и заводим конюлю уже по заранее намеченному пути. Всегда через контрапертуру. Это позволяет использовать практически любые диаметры конюли. И мы используем турникеты, которые возможно погрузить вовнутрь. И как бы ни было тесно в грудной клетке, это вид, то, что происходит за раны, и как бы ни было тесно в грудной клетке, всегда удается ее закрыть. Видите, на рентгеновском снимке цирклажные швы. Это позволяет стабилизировать кость, это позволяет минимизировать или, так скажем, уменьшить риск кровотечения из грудин, из костей. Потому что это кровотечение восстанавливается либо втиранием костного воска, что ассоциировано с повышенной инфицированностью кости, но, тем не менее, это еще позволяет и активизировать пациента. Так вот, как бы ни было тесно в грудной клетке, это позволяет ушить рану так, как мы выполняем это обычно, и менеджмент, то есть уход за швом после операционной перевязки осуществляется медсестрой или медвратом в отделении реанимации, уже свободным, без практически присутствия врача. Неограниченное место в югулярной вырезке для того, чтобы выполнить рахиостому последующую, и все манипуляции в реанимации, они достаточно упрощаются. В реанимации также каждому пациенту это многопрофильный подход, всегда есть доступ к пациенту и его родственников. Мы можем выполнить любую диагностику, несмотря на то, что пациент иммобилизован и приклон к кровати. Это позволяет выполнить раннюю экстубацию, физическую реабилитацию пациента, и все, что мы выполняем, как я ранее сказал, оно прописано в чек-листах, и это успешно выполняется медсестрами. Можно транспортировать пациента в любую точку, на любую диагностику, либо делать ее прихроватно, либо транспортировать пациента в ангиографию. В данном случае это был пациент с врожденным пороком сердца, которому после операции нужно было закрывать большие аортолюбочные коллатеральные артерии. Это можно выполнить в условиях ЭКМО в операционной. Пациент на центральном ЭКМО при стабильной грудной клетке, при стабильной кости, дает физическую возможность его экстубировать и проводить дальнейшие реабилитационные мероприятия, менеджмент легких, менеджмент швов, менеджмент ротовой полости, головы и тому подобное. И пациент может ходить. То есть ранняя реабилитация предуготавливает физически пациента к тому, что потом, даже несмотря на то, что он перенесет повторную операцию по отключению ЭКМО, вновь стабилизации грудной клетки. Но физически мышечная сила у него будет предуготовлена к тому, чтобы лучше выйти из этой ситуации. Пациент активен. Пациент, более того, может выходить на территорию. Это касается посткардиотомного шока. Но я бы хотел в несколько слайдов показать о том, что это возможно и для пациентов с дыхательной недостаточностью. Это пациент, который получил дорожно-транспортное происшествие, массивную жировую эмболию. И вы видите, он находится на скелетном вытяжении. Это другая клиника, не наша. Мы имплантировали изначально веновенозное ЭКМО, фемоиугулярный доступ. Но, к сожалению, прогрессивная десатурация привела пациента к тому, что он потребовал высокие дозы кардиотоников и вазопрессоров. И нам пришлось подключить не периферическое веноартериальное ЭКМО. Заведомо бы мы ввели пациента в так называемый синдром Орликина, но мы решили открыть грудную клетку и подключить ему центральное ЭКМО. И вот эти фотографии уже на центральном ЭКМО, что позволило, во-первых, нашим коллегам-травматологам выполнить репозицию, в данном случае, бедренной кости. И более того, для того, чтобы бороться с его легкими, это позволило выполнить и прон-позицию, несмотря на то, что он имеет центральное ЭКМО. После этого этот пациент был транспортирован в нашу клинику, прожил у нас еще около месяца, выписался, женился на нашей медсестре, которая за ним ухаживала, и у них родилась дочь. В операционной, опять-таки, это мультидисциплинарный подход, это плановая процедура. Мы всегда делаем это после того, как выполним ряд тестов в отделении реанимации, и следуем протоколу отлучения и отключения от ЭКМО. Всегда выполняем обработку кожи пациента перед началом разреза, точно так же, как мы обрабатываем руки хирурги перед операцией. После этого мы полностью инактивируем гепарин и стабилизируем грудную клетку с использованием гентамицинно-импригированной губки. Обычная щетка, как мы используем с повидоном для мытья своих рук перед операцией. И, несмотря на то, что это повторная операция, рана выглядит сама достаточно хорошо для того, чтобы она не инфицировалась, для того, чтобы хирургам потом было удобно выполнить декануляцию. Вы видите, дренажи еще не промыты, рана только разведена, но, в принципе, ткани выглядят хорошо, в них нет отеков, в них нет имбибированности гематомами, поэтому это удобно для декануляции. И в конце мы стабилизируем кость с использованием вот такой желатин-губки, которая богата гентамицином. Наши данные, коротко, всего 133 пациента перенесли в вено-артериальное ЭКМО центральным доступом. В 2013 году удалось немножко снизить нашу летальность, и кривые разошлись между летальностью и отлучением, и выпиской пациентов. И всего, если брать всю нашу группу, то летальность составляет практически 40%. Это очень большая цифра. Мы начали считать, что эти пациенты в 100% случаев умирают, то это дает надежду и право на использование данной методики после. Мы отлучаем примерно 70% пациентов, но, к сожалению, выписываем только 62%. Потому что есть причины для того, что вы... Есть причины, которые обуславливают госпитальную летальность. Они чуть позже. Это показания для подключения ЭКМО. Чаще всего это клапанные патологии. Мы с вами, наверное, одинаковы в этом отношении, и чаще встречаемся с пациентами с очень высокой лёгочной гипертензией, с клапанной кардиомиопатии, обусловленной ревматическим поражением клапанов. Большая группа пациентов по трансплантации в перетрансплантационном периоде, и меньшая группа коронарных пациентов. Если посмотреть на выборочно, то сепсис, мы считаем, что влияет на это, потому что, вот если брать за 2017 год, то тенденция к снижению линий выписываемости и отлучения ЭКМО, при том, как повышает свою голову или свой рост, имеет тенденция сепсиса, равно как и кривая по полиорганной недостаточности. Как только она снижается, и они практически синхронно вторят друг к другу, выписка, отлучение и выживаемость. Но как только поднимается кривая полиорганной недостаточности, снижаются и результаты. Отследив своих пациентов, к сожалению, мы отследили не всех, у нас нет единого регистра в государстве, и это обычные звонки нашим курирующим кардиологам. Но ту группу, которую нам удалось отследить, мы разделили на некоторые ряды, по патологии, коронарная болезнь, трансплантация сердца, клапанная патология и врожденные пороки у взрослых. Худшие результаты врожденных пороков у взрослых, и их выживаемость стремится к 60%, но лучше всего у коронарных пациентов и у пациентов с трансплантацией сердца. Заведомо это особая группа, об этом говорилось ранее, потому что эти пациенты получают новые сердца, сохранные сердца, и ЭКМО в данном случае является сугубо лишь мостом к восстановлению графтов. И далее эти пациенты имеют хорошую выживаемость. В заключение бы хотел сказать, что временная ЭКМО-поддержка это достаточно приемлемый метод использования в кардиохирургической клинике у пациентов с посткардиотомным шоком, если посмотреть на то, что все эти пациенты погибают. Полиорганные недостаточницы, сепсис, они ассоциированы с госпитальной летальностью и определяют ее. У пациентов, которые доживают до выживания, такая тавтология, но те, кто выживают, они дальше живут и чувствуют себя практически так же, как и те пациенты, которые не требуют ЭКМО. Об этом также сказал предыдущий доклад, и улучшение выживаемости. Это достигается сугубо внедрением программы и мультидисциплинарным подходом к введению этих пациентов. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Тим Путастаевич, за эту чудесную лекцию и особенно за слайд по поводу пациента, который женился на вашей медсестре. Я думаю, что мы теперь знаем, как мотивировать наш средний медицинский персонал. У меня такой вопрос. А как часто вы экстубируете пациентов? То есть все ли пациенты на центральной конвендации уходят на экстубацию? Все ли пациенты уходят на активизацию? Или часть пациентов все-таки находится на искусственной вентиляции легких? К сожалению, большинство пациентов находится на искусственной вентиляции легких. Нам удается экстубировать около трети этих пациентов. Не все. В первую очередь это обусловлено тем, что гемодинамическая нестабильность, она диктует еще потребность в прессорах, тониках. И одно из важных условий для специалистов естественного отдела, которые проводят активизацию этих пациентов, это чек-лист, в котором указано, что потребность в тониках в эквиваленте 5 микрограмм аминов, либо более 200 нанограмм или 0,2 мг прессоров является противопоказанием к тому, чтобы проводить активизацию пациенту. Это же является относительным противопоказанием к тому, чтобы экстубировать пациента, и поэтому, к сожалению, пока это только третий. Прошу вопросы из зала. Федерико. Это не работает. Спасибо за субтитры. Переведу очень быстро вопрос. Большое спасибо за Ваше прекрасное выступление. И хотелось бы задать следующий вопрос. Очень часто пациенты на центральном ЭКМО используются одни и те же конюли, и эти конюли подвержены разрыву. Как в таких случаях Вы боретесь с этой ситуацией? Я могу ответить на английском? Спасибо за субтитры. 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 К сожалению, не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что мы никогда не сталкивались с таким видом повреждения конюли. Несмотря на то, что пациент находился, тот, который гулял по клинике, пять месяцев с этими конюлями. Спасибо за ответ, спасибо за вопрос. Да, пожалуйста. Единственное, у меня просьба, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Спасибо за Ваш доклад. Я бы хотел уточнить, Вы полностью ушли от периферической конюляции и остались только на центральной, или присутствует у Вас эта методика? Спасибо. Благодарю за вопрос. Нет, мы практикуем периферическую конюляцию и практикуем ее для пациентов, которые присутствуют в нашей клинике, но требуют каких-либо реанимационных мероприятий, и мы понимаем, что у пациента возникает необходимость в гемодинамической поддержке. Здесь идет речь только о посткардиотомных пациентах, но если мы встречаемся с пациентом с миокардитом, который подняли из-за отделения кардиологии, мы подключим периферическое. Мы подключаем открытым способом, не перкутанным по методу Сильдингера. Мы входим в артерию через контрапертуру пункционно, но сами артерии мы выделяем и конюлируем периферически открытым способом. Это очень малое количество пациентов, потому что мы не принимаем пациентов с кардиогенным шоком, покуда мы плановая клиника, и мы редко видим этих пациентов, даже с миокардитами, либо с другими проблемами. Спасибо. Ещё вопросы? Да, пожалуйста. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы упомянули, что вы поменяли менеджмент ведения подобных пациентов. Что явилось основой, какие стандарты для смены методики ведения, тактики ведения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы вначале ездили своей командой, выделенными специально обученными, ну как, не обученными, а по-английски это dedicated специалистами, мотивированными специалистами, и были в ведущих клиниках. Это клиника Лепетис-Альпетрия в Париже. Мы туда ездили на весь их модуль в течение года на три школы. Мы были в большой клинике в Пен-Стейт, когда там работал Али Эльба на Йоси, и мы были в Манчестере, в клинике, которая является одной из референсных клиник в Великобритании, и приняв весь этот опыт, выделили для себя те моменты, которые бы успешно работали у нас. Потому что невозможно чужой опыт, тем более североамериканский опыт, взять и перенять только на нас, и чтобы эта модель работала. Мы, к сожалению, не имеем тех возможностей и тех резервов, и тех материальных возможностей, которые имеются, допустим, в той же клинике Лепетис-Альпетрия, когда они выезжают и имплантируют ЭКМО. Но у нас и другие условия. Мы редко имплантируем периферическое ЭКМО, мы ставим центральное. Поэтому мы зачастую используем те же конюли, это гораздо дешевле. И, отрабатывая эту методику, в течение года несколько раз изменяли этот протокол. Вместе с Медбратом, в реанимации с которым мы ездили, вместе с операционной бригадой, которая всегда моется на эти операции, и вместе с анестезиологом, заведующим нашей реанимацией, который вместе с нами обучался. В течение года мы, так скажем, сверстали этот протокол. Ну, это, так скажем, из нескольких клиник, те ключевые моменты, которые позволили им избежать тяжелых осложнений, мы старались их применить и на своей практике, ну, с учетом нашей специфики. Спасибо. И последний вопрос из зала. Очень хороший вопрос. Благодарю. Нет, мы не имеем собранной системы. В клинике, хотя очень много аппаратов, но наша команда, она может собрать его достаточно быстро. И, что хорошо для пациентов с посткардиотомным шоком, когда вы не можете выйти, и вы уже заведомо знаете, что пациент перейдет на ЭКМО, сохраняется центральная перфузия. Это тот безопасный период, который позволяет пациенту перейти на экстренную ситуацию. На экстренную ситуацию команда может собрать это в течение 10 минут, и можно аппарат иметь доступный. Команда всегда доступна. И за последние года, за последние два года мы провели ротацию реанимационных медсестер в операционную, для того, чтобы они были анестезистами. Поэтому не нужно призывать ночью анестезистов из дежурного любого другого отделения. Они становятся анестезистами. Всех реаниматологов они прошли через ротацию в операционную, они анестезиологи. Перфузиологи, они прошли эту же ротацию. По дежурству в других клиниках или в нашей же клинике для пациентов на ЭКМО, равно как и ответственные дежурные хирурги. Поэтому у нас служба 24 часа работает. Они разрозненно находятся, каждый в своем отделении, но когда есть необходимость, они приглашаются в одну точку и отрабатывают это. И последнее, если у нас было несколько случаев, когда мы собирали аппарат, заливали его, но не использовали, максимально мы удавалось эту систему сохранять в перфузии, не в человеке, но просто прокручивая помпу, две недели. Через две недели нам удавалось установить ее в человека. Дольше срока нет. Есть более длительные, все верно. Спасибо, Димур Достоевич, за такую прекрасную лекцию, за очень интересный доклад и, на мой взгляд, яркую демонстрацию, как можно и что нужно изменить для того, чтобы улучшить результаты у этих тяжелых посткардиотомных пациентов. Продолжение следует...